Сегодня у меня столько много было вопросов по бэк-офису у моих партнёров, что я решила записать отдельное видео специально для вас, разбор бэк-офиса. Для этого я захожу сейчас в свой кабинет. И давайте начнём с простого. К примеру, что здесь у нас кабинет говорит на всех языках мира. Я владею английским, поэтому мне больше приятно работать с английским. Но если вы не говорите по-английски, вы можете выбрать, видите, любой язык, на котором вы говорите. К примеру, мы говорим на русском языке. Так, что-то у нас он зависает. Сейчас ещё раз зайду. То есть вы выбираете русский язык. Вот таким вот образом нажимаете русский. И он уже автоматически переключается на русский язык. Но с чего бы я хотела начать? С того, что у нас есть дерево. Все знаете, что у нас бинарная система. Одна из лучших систем в мире. Хотя многие так не считают. Ну, я думаю, что кто поработал в бинаре, он понимает, что бинар – это одна из лучших систем. Хотя разные системы по-разному. Вот, смотрите, видите, вот здесь мы видим, что у нас в моей команде с правой стороны, смотрите, 35 883 человека. А в левой команде всего лишь 10 157 человек. Почему так произошло? И почему желательно держать баланс? Вот этот баланс у меня неправильный. То есть я немного хромаю. Ну, не немного, но я эту сейчас ножку догоню. Почему это у меня произошло в жизни? Потому что я пришла на продукт, и бизнес я не собиралась делать. И 8 месяцев я проверяла, теряла время на это. И поэтому я поставила неправильно людей, к примеру, очень сильных людей в одну ногу. А почему я не советую это делать? Потому что вы одна ножка спонсорская. Если у вас сильный спонсор, он вам людей ставит в ту сторону, ну, вот где стоит стрелка, это есть спонсорская ветка. То есть мой спонсор ставит сюда людей, и поэтому у меня еще плюс к этому пошел перевес. Ну, и тут представьте, у меня в этой ноге еще и Гульгазезова, Галья, Сергазина, вот Аго, Сапай. В общем, бриллианты-бриллианты. И у нас все с правой как раз стороне. Вот. Я рада, что у меня такая сильная, дружная команда, что я знакома с этими людьми прекрасными. Вот. Я хочу сказать, что вы получаете 20% от наименьшей ветки. То есть я получаю по бинару от, именно с левой стороны. Понимаете? Это один из видов дохода. Если бы я правильно поставила людей, у меня был бы баланс, то мой бинар был бы намного больше. Поэтому очень смотрите перед тем, как регистрируете человека, куда вы его ставите. То есть в спонсорскую ветку, если у вас сильный спонсор, ну, всегда думайте, кого вы куда ставите. К примеру, сейчас все, кто ко мне приходят в команду, они у меня идут в левую сторону, потому что я должна догнать правую ножку. Именно к нам сегодня и Южная Корея подсоединилась на эту ногу, и Турция. Ну, то есть я думаю, что скоро будет баланс. А вообще, я так понимаю, в бинаре всегда какая-нибудь ножка идет вперед, и это нормально. Это, кстати, вам не дает расслабляться. Это говорит о том, что если вы трудиться не будете, денег вы будете получать меньше гораздо. Вот. Я надеюсь, что я вам правильно объяснила. Теперь идем дальше. А вот, что еще я бы хотела сказать. Есть такая кнопка автошип, то есть, вот видите, желательно, надо, чтобы она, она может зеленая гореть, а может гореть красным. Я рекомендую автошип отключить на красный цвет, потому что, чтобы у вас автоматически деньги не снимались с карты. У меня есть просто знакомые, ну, вот партнеры, которые удивляются, говорят, у нас карты, деньги кто-то украл, я говорю, да никто не украл, вы просто автошип отключите. То есть, заходите, ну, у меня есть партнеры, которые, наоборот, включили автошип, они хотят, чтобы автоматически был заказ ежемесячно. Здесь можно даже настроить дату, когда, чтобы вас забирали с карты деньги. Вот, если вы этого не хотите делать, то есть, вот эту штуку надо отключить на красный, ну, красный, делать ее красной. Там по алгоритму несложно, нажать на кнопку и все. Панель приборов. Идем дальше. Потом, что еще здесь мне нравится, на что я конкретно обращаю внимание, это бинар. Ну, то есть, вы должны всегда смотреть, в каком темпе вы идете. К примеру, смотрите, у нас срез был в среду. Сегодня у нас, получается, пятница. Это за два дня. Мой бинар составляет, вот именно левой стороны, 9280 баллов. То есть, это мой товарооборот левой команды. А вот справа команда, видите, у меня сделала уже более миллиона баллов. Баллов, то есть, ну, это считается очень круто. Ну, для врача, который там когда-то начал, еще и потерял 8 месяцев труда, да. И именно в бинаре вы видите, как, в каком ранге вы находитесь. У меня квалификация бриллиант, и за два дня, получается, видите, я, получается, заработала по бинару 1670 долларов. Ну, до среды у нас еще 5 дней. И вот прошлая неделя, кстати, она была очень слабая. Вот это считается двойной бриллиант, да. Считается для меня это самое наименьшее, как бы, вот, за весь период, наверное, баллы. Потому что баллы были до 45 тысяч баллов, это максимально. И вот это вот самое минимальное, это вот 15. То есть, для меня 15 это уже мало. То есть, баллы у вас нарастают с нарастанием вашей команды, вашей структуры. К примеру, сегодня я подключила там другие города. Естественно, баллы будут расти с каждым днем. То есть, я хочу вам показать, что это все реальность. Еще я хочу показать вам, как я начинала. Вы не думайте, что вот так круто я начинала. Посмотрите, как я зарабатывала. Видите, 0-0-0 был, представьте. Было вот 30 долларов у меня в неделю. Видите, 33 долларов. Вот, посмотрите. 30, вот, 13 даже долларов я получала. И 7 я долларов получала. То есть, смотрите, что я так делала, пока я не приняла решение. То есть, это я на автомате все делала. Я приняла решение быть в бизнесе с октября. И поэтому в октябре у меня уже появилось понимание. И, ну, я честно вам признаюсь, бинары я поняла только через полгода. Опять же, я стояла на презентации, благодаря еще Игуль Газезовой. Представьте, Игуль Газезовой еще со мной рядом, бухгалтер, который очень сильно разбирается в этом маркетинге. И то через полгода я только поняла. Ну, это было... То есть, если вы сейчас ничего не понимаете, то, в принципе, это нормально. Вот эти кругляшки, для меня это что-то был какой-то лес. Вот, вы не одни такие. Вот, посмотрите, здесь у меня август, да, сентябрь, октябрь. Вот, скажем так, вот октябрь, видели? Пошло. Вот я только золото сделала, видите, в октябре. И я получала 290 долларов, понимаете, да? И тут я, короче, включилась и так далее. И пошло-поехало. Как я только включилась. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ну, вот я говорю, 8 месяцев я вышла на 477, видите, долларов я получила по бинару. То есть, это вот уже выплаты пошли. Здесь я уже в квалификации бриллиант. Бриллиант у нас получает 9 видов дохода, друзья. Поэтому вам нужно всем поставить цель стать бриллиантами компании. Самое смешное и самое, наверное, ну, я говорю, это комедия. Просто ранг бриллиант вы будете делать все, кто приходит сейчас. Потому что здесь вы, хотите вы или не хотите, вы будете бриллиантами. Просто это вопрос времени. Вот вся комедия в этом. Ну, я хочу, чтобы это не была комедия, а это была реальность. Если вы вот реально разберетесь, то, в принципе, как Андрей говорит, бриллиантам можно сделать за 3-6 месяцев труда. Вот. Это что касается бинара. То есть, бинара – это как бы вот за которым вы должны смотреть. Теперь идем дальше, друзья. Я надеюсь, вам все интересно, и вы еще не уснули. Что еще? Значит, заказы мы делаем вот в этом, где плюсик. Я делаю заказ. Заказы можно у нас сделать внутренними, можно сделать заказ карточкой. Здесь все виды вот наших. У нас всего уже два продукта – это LF и Accelerate. Посмотрите, какие платежные карты мы можем использовать. То есть, у меня есть партнеры, которые придумывают там велосипед, вывод денег там хотят сделать. Я вам скажу, я за мной у вас куплю внутренние деньги, потому что сейчас, в данный момент, у меня просят 15 тысяч долларов внутренних. Вывод денег есть. У нас есть даже видео на вывод денег. Опять же, я никогда еще не делала этот вывод самостоятельно, потому что сейчас новая система кошелька. Я понимаю, что я просто потеряю время. Там прописано, при выводе денег вы теряете время около недели. Ну, неделя для меня – это вообще, знаете, как год потерять. Поэтому я не советую выводить деньги через вот такие… Ну, это все реально, правда. Мы выводим деньги немножко по-другому. Ну, это вообще другая тема, и это тоже несложно. Вот, посмотрите, чем мы пользуемся. В Казахстане больше пользуются Visa и MasterCard. В России больше Яндекс.Кошелек. Почему? Потому что здесь нужно использовать виртуальные карты, а карты создаются для каждого кабинета индивидуально. Для чего это делается? Это делается с целью безопасности, потому что когда у вас, извините, появляется тысячами долларов, в котором, ну, вот, кошелек у вас полон денег, то на вас появляются уже охотники в сетях, хакеры, которые в этом сильно разбираются. Они просто могут взломать ваш кошелек, и, ну, что это, в принципе, нереально сделать, если вы никому не показываете свой пароль. Вот, идем дальше, друзья. Ну, вот у нас тут интернет, как всегда, немного подводит. Так, что еще, чем я здесь еще пользуюсь, это история заказов. Посмотрите, сколько заказов я сделала. Заказы отслеживаются именно по коду. Каждый заказ имеет свой код, видите, GM. Вы его вот так вот копируете. У нас есть целое видео, копировать адрес ссылки. Вот так нажимаете и вставляете, проследить за посылкой. И все, и вы видите, где ваша посылка, пришла ли она в Казахстан, ну, и где она у вас вообще в точке, в какой точке находится. То есть история заказов, она говорит о том, видите, она зеленая, это говорит о том, что я правильно сделала заказ. А вот видите, красный, то есть это говорит о том, что заказы неправильные, что-то с ними не так. Вот, ну, чтобы вы знали. Цвет немножко другой у этих заказов. Идем дальше, друзья. Вот, что еще здесь интересное есть? Очень хорошая штука – это сайт статистики. Это сколько человек в месяц или в неделю приходит к вам. Кто вы – тюлень или ракета? Вы можете посмотреть именно по статистике. Оказывается, в этом месяце посетили мою ссылку более 1434 посетителей только в этом месяце, представляете? И только сегодня 15 человек в день и 28 регистраций в этом месяце. Но это считается неплохой такой темп. Я знаю, что мой темп увеличивается с каждым днем благодаря моему наставнику Андрея Шаура и Академии. Я, кстати, честно, я вижу, что многие люди слушают его, но многие вещи просто не делают. Я не знаю, что им нужно сделать, чтобы они начали действовать. Я не понимаю, что такое, что происходит с людьми. Мне как-то он говорит, я делаю. Вот он мне сказал фото сделать, я делаю. Сказал отзыв, я сделал. Сказал видео, я пошла, сделала. Ну, что вам мешает? Просто начать действовать. Идем дальше, друзья. Так. Вот, что еще? Здесь у нас есть кар-бонус, это автомобильный бонус. Здесь вы можете смотреть, в каком ритме вы находитесь. Вот, видите, вы можете видеть, кто в вашей первой линии, как работает. Ну, сегодня у нас в прекрасном темпе находится Нурзьяурманбаева, бриллиант компании, это Бест 8. Видите, 10 человек уже пригласила. Нурсултан, это у нас Айгуль с Ускаминогорска. Я вижу, что она тоже в первой линии имеет 10 человек. Ирина Даймонд, это прекрасный человек, с которым я только что познакомилась. Это ветка в России. То есть она у нас в Питер подключает, там Кемерово, классные такие девчонки, вообще Вологда. Вот, Раиса у нас прекрасная тоже, посмотрите, 5 человек уже пригласила. Роза уже, смотрите, темп у нее набирается. Она сейчас, кстати, едет в Талдыкурган, будет презентация в Талдыкургане. В хорошей... То есть вы видите, да, то есть вот Нургиза у меня в Астане четверик пригласила. Талдыкурган у меня, Бахыт, тоже прекрасный человек. Вообще такая команда классная, рада, что я их знаю. Вот, ЛФ8, Лайф1, это у нас тоже 5 человек пригласил. Ну, и вы видите, да, что вот автобонус, вы видите, уже автоматически 500 долларов я точно получу. Но это когда у тебя структура работает, вы уже об этом даже не думаете. Поэтому, дорогие друзья, чем, что я могу вам порекомендовать? Просто приглашайте людей, не думайте. Будьте, как я, на эмоциях, на энтузиазме. Не нужно думать, как это сделать, как это тяжело. Уберите вот эти страхи, там сертификаты разные в голове, там то можно, то нельзя. Просто ходите на обучение, начните действовать, и все у вас получится. Здесь другого у вас выбора нет. Если вы с нами, если вы приняли решение, что вы все-таки хотите выйти на хорошие доходы, нужно просто отключить свой мозг и включить академию. Так, к примеру, у меня были такие моменты, когда я неправильно отсылала деньги. Прекрасно, американцы, очень честные в этом плане. Вот есть такая штука здесь, помогите, видите. И вы обязательно там, нажимаете туда, пишите письмо, мол, я не туда деньги отправила. Или я неправильно сделал, я один раз сделаю заказ в Америку, представьте. Ну, то есть вы пишете, я неправильно сделаю заказ в Америку. То есть они вообще очень хорошие люди, идут навстречу, обязательно помогут вам по всем вопросам. Вот, это что касается кабинета. То есть смотрите, у вас готовый бизнес, это у вас логистика, вы прослеживание за посылкой. Это кошелек, который показывает вам, кто как заработал, как в системе все трудятся. Это бинар, это вы можете проследить, в каком ритме вы находитесь, какую зарплату вы уже в неделю будете иметь. И вот здесь вот четыре ссылки. Вот предпоследняя ссылка, видите, предпоследняя ссылка, это есть ссылка на приглашение. Вы должны ее вот так вот, нет, не она, не она, а вот эту. Вот эту ссылку вы должны вообще скопировать и поставить себе заметки, чтобы приглашать людей. Теперь, когда вы нажимаете на эту кнопку, видите, появляется вот такая графа. Это правильная графа, кстати, эта графа как раз защищает ваш кабинет от взлома. Поэтому вы заполняете вот так вот, лита, mail.ru и нажимается show me. И дальше идет регистрация и так далее. Это понятно? Теперь я покажу, как эта графа безопасности отражается в вашем кабинете. Посмотрите, видите, ко мне на страничку заходили такие друзья, как Тимур, Алия, Наталья, Агерим, Нургазина. То есть это люди, которые заходили ко мне и делали регистрацию или просто смотрели на меня. То есть они вставали, понимаете? И вот, к примеру, Тимур оставил свой gmail.com. Он один из людей, но это незнакомые для меня люди. Почему-то заходили ко мне на ссылки, возможно, они зарегистрировались, но я об этом не знаю. То есть вы, даже если у вас кто-то украдет, что-то сделает с вашим кошельком, вы вот это все вот здесь видите. Представляете, как это круто? С правой стороны вы всегда должны видеть, кто ваш спонсор. Посмотрите, кто вас сюда пригласил. Мой спонсор является Галина Мустафаева. Это папина родная сестренка. Вот, видите, я вижу, что она мой спонсор. Ну, что еще? Что еще я хотела сказать? Вот эта вот маркетинговая система быстрого доступа, это тоже крутая штука, но об этом чуть позже. Я думаю, что на сегодня достаточно информации.